Снова всем добрый вечер, буквально менее чем час назад мне поступило предложение прокомментировать еще одну свою партию, но так как время довольно позднее, сил на полноценный комментарий длинной качестве партии у меня не осталось, поэтому вот я решил показать свою партию с всем известным сильным гроссмейстером Борисом. Савченко из Краснодара. Партия была сыграна в 2012 году в городе Белореченск на турнире под названием «Мемориал Саркисова». Сразу хочу оговориться, что данная, в общем-то, невыразительная игра моего соперника в данной партии, она никакой связи с его настоящей партической силой не имеет. Ну, я думаю, необходимо отметить, что вот менее чем через год Борис выиграл представительный турнир в Москве, партию из которого я показывал в предыдущем ролике. Ну и также на Ютьюбе есть популярное видео, которое показывает то, как Борис обыгрывает действующего чемпиона мира Магнуса Каролсон в Блиц. Но конкретно в данной партии произошло, конечно, небольшое недоразумение. Ну, теперь давайте, собственно, ходам. Я играл белыми, D4, G6, C4, слон, G7. Данный дебютный вариант не имеет устраившегося названия на русском языке, но он очень популярен среди немецких шахматистов, и в англоязычной литературе у него есть звучное название «Снайпер». Ну, аналогия понятна, слон на G7 во многих вариантах будет стрелять через всю доску. Видимо, снайпером является именно эта фигура. Ну, основные стратегические идеи черных здесь заключаются в том, что они практически на любой ход белых проводят C5. Тем самым белые, если они хотят бороться за дебютный перерез, вынуждаются к ходу D5. После чего вскрывается большая черная диагональ, как я вот обозначил стрелочкой. Ну, и в большинстве случаев черные не спешат с развитием коня на F6, потому что, во-первых, в некоторых вариантах он может выйти на E7, а во-вторых, есть позиции, в которых выгодно вообще отложить развитие этого коня и попытаться организовать быстрый прессинг против пешки B2. Ну, тем не менее, конечно, понятно, что такое понебожение акценту не может не сказываться, и какой-то перевес белой при своей грамотной G должны сохранять. В партию я сыграл конь F3, последовало C5, ну, черный играет по своему плану, D5 и B5. То есть, этим ходом Борис предложил жертву пешки по мотивам всем известного Волжского гамбита. На самом деле, объективно, я уверен, что белые могут просто побить на B5, потом побить на A6, и данная редакция Волжского гамбита должна давать на белом перевес. Однако, в той партии мне не захотелось вступать с Борисом в какую-то теоретическую дискуссию, поэтому я предпочел простой и, в общем-то, довольно сильный ход Е4. И в этот момент Борис меня удивил, то есть, он пошел конь F6, и над следующим ходом я продумал почти 20 минут. Дело в том, что ход очень провокационный. За белых в этот момент заслужило серьезного внимания код Е5, с идеей, ну, захватить центр, захватить пространство, и если черные в ближайшее, самое ближайшее время не найдут контр-игры против мощных, надвинутых пеших белых, они просто, скорее всего, задохнутся. Однако, в Вентах, получается, что у черных достигает неплохой контр-игры, после ходов конь G4, F2, D6, ED, F2, D6, CB, ну, согласно мнению компьютера, вот эти три хода были сильнейшими за обе стороны. Да, программа Гудини утверждает, что в этой позиции у белых есть какой-то перерез, но по-человечески, на мой взгляд, вообще непонятно, чем это все закончится. Большое количество слабостей есть у белых и у черных, также видим, что феркс на Е2 препятствует развитию белых фигур, и, в общем-то, я думаю, что это не та позиция, которой приятно играть против Бориса, который как бы известен своей большую изобретательностью. Поэтому я избрал шестой ход феркс C2, который, видимо, сохраняет за белыми небольшой перерез. Ну, в этой позиции Е5 уже довольно сильная огроза, поэтому надо играть БЦ, так и было, сломбер C4, D6, 2-0, 2-0, конь C3, ну и здесь C2 лакон BD7. Пару слов о возникающей структуре и, в общем-то, в целом оппозиции. Заметно, что есть большие схожести, так сказать, с структурами, которые возникают в волжском Гальбите. Однако тут есть пара отличий, причем достаточно заметных. Во-первых, обратите внимание, что черные не жертвы лепешку, то есть данные позиции материала поровну. То есть это, безусловно, позитивное изменение для черных. Из менее приятных для них элементов данной позиции можно отметить, что, в отличие от основных вариантов волжского Галбита, они опаздывают с контр-игравой по линии B, так как мы видим, что ферзер фланг еще не развит. И, во-вторых, игра белых с прорывом центра Е5, я думаю, в этой позиции вполне может выиграть в силе. Так как, опять же, повторюсь, что черным нужно потратить несколько темпов, чтобы доразвить свою ферзер фланг. В партии Бориса Бралахолкун BD7, откровенно говоря, мне этот ход не нравится. Я думаю, что сильнее и идейнее было пойти в слон Ж4, после чего у Роза слон бьет Ф3 вынуждает белых к ответу слон Е2. И вот уже в этой позиции стоило сыграть конь БД7. То есть, понятно, что черные готовы разменять своего белопольника на коня. Я думаю, что белым не стоит тратить темп на то, чтобы подтолкнуть черных к этому. Заслуживает внимания ход слон Е3. В общем-то, опять же, компьютерная оценка говорит здесь о том, что белые получают какой-то кривес, но по человечески, у черных, просматриваяся конь Крегра по линии Б, я думаю, что позиция примерно равна. Тем не менее, Брэйс, по сути, продумав меньше минуты, избрал ход конь БД7. Я ответил А3, конь Б6, слон Е2. Тем не менее, для чертов ничего страшного еще не произошло, и я думаю, что вот в этой позиции, по идее, Брэйс, конь Е8, например, или ладья Б8, у него были бы все шансы в дальнейшей игре реализовать свое преимущество в классе, так как, можем обратить внимание на рейтинг, в тот момент мой рейтинг составлял 2206. Рейтинг же Брэйса был 2553, то есть видно, что разница почти 350 пунктов, и она говорит о том, что Брэйс с Туэмми играл просто несравнимо сильнее меня. Однако, после хода конь H5, пошла довольно конкретная игра, в которой, странно, я оказался сильнее. Последовала слон Е3. Да, должен сказать, что ход конь H5 вообще выглядит довольно странно, но у него есть определенная идея, которая, собственно, стала понятна из дальнейшего хода партии. Размейстер Савченко в этой позиции походил F5, и возникла интересная со стратегической точки зрения структура. Ответ белых практически вынужден в этот момент, потому что любой ход, кроме взятия на F5, позволяет черным пойти F4. Ну вот давайте ведем напрашивающийся ход за белых ладья А на D1. Черный играет F4. И после слон C1 сравним вот эту вот позицию с позициями, которые часто возникают в острых вариантах страны индийской защиты. Заметим, что черные имеют прямой план наступления на королевском фланге. Возможно, он будет связан с накатом пешки G. Также видно, что серьезного внимания заслуживает перевод коня через F6 на D7, на E5. Ключевое отличие этой позиции от позиции, возникающей в стране индийской защиты, заключается в том, что у черных стоит пешка на E7, а не на E5. И это сильно, на самом деле, в их пользу. То есть, в первую очередь, пункт E5 сохраняется для черных фигур, ну, в частности, для коня B6. Также не стоит забывать, что, поскольку нет пешки на E5, слон на G7 становится чрезвычайно сильной фигурой. В общем, я думаю, что в этой структуре перевес пропусту, говоря, у черных. Поэтому ход EF был более-менее вытужден. Последовало слон F5, ферзь D2. То есть, нетрудно заметить, что белые создали здесь прямую угрозу вилки ходом G4, поэтому черным нужно что-то с этой угрозой делать. Я думаю, что самым сильным ходом в этой позиции был конь F6. И если белые попытаются использовать ослабление белых полей ходом конь G5, то конь E8. Довольно трудно находимый, если честно, для человека маневр, потому что нужно за ограниченное количество времени коня перевести чуть ли не через всю доску. Ну и в итоге он закончит свое путешествие на поле C7, где будет, во-первых, контролировать слабое поле E6, а во-вторых, усилит нажим на пешку D5. Я думаю, что в этом случае у черных сохранялись неплохие шансы на постепенное уравнение. Но, как бы, дело в том, что я думаю, что Борис попросту не распатливал вообще эту возможность. Он еще когда походил конь H5, я уверен, что издалека рассчитал весь этот вариант, и решил, что на ферзь D2 он сыграет слон бьет C3. Ход, конечно, для большинства людей выглядел бы странно и в некоторой степени самоубийственно, потому что все знают, что слон на G7 это очень важная для защиты фигура, и менять его на коня на C3, который, по сути, никакой функции не выполнял, это выглядит довольно странно. Однако, как я уже говорил, у Савченко очень интересный стиль игры, и вот именно таких решений от него и стоит ждать. Справедливости ради нужно отметить, что, конечно, в данной партии Борис играл чьющую, творчески. Последовало БЦ, и после слона Е4 выяснилось, собственно, зачем черные шли на все эти антипозиционные ходы. Пешка D5 под боем, и если белые делают здесь напрашивающийся ход C4, ну, казалось бы, что может быть естественно, не защитить пешку, вскрыть оставленную большую черную диагональ, но ход C4 довольно слабый. У Бориса здесь была конкретная идея, он собирался изменяться на F3, и после слона бьет F3 просто забрать пешку на C4 с лучшей позиции. Ну, ЖФ за белых играть совсем не хочется, потому что прикрытие короля сильно ослабляется, ну и у черных в этой позиции есть достаточно очень сильный перевод коня через D7 на F6 или на Е5. Однако, так получилось, что, ну, вообще во многих позициях антипозиционные действия, даже если они связаны с конкретной сильной идеей, можно поставить под сомнение энергичной игрой. Ну, в этой партии так и получилось. За белых нашлась сильная идея, связанная с тактикой. Я походил конь G5, и оказалось, что слон под боем, на F5 он уходить не может из-за вилки G4, а на ход слон бьет D5, который, разумеется, был изначально намечен, но так партия и последовала. У белых есть очень сильный, неожиданный ресурс, слон бьет H5, уже аж ферст D3. И, вот, как ни странно, слабый пункт H7 защищать фактически неким. То есть, я практически уверен, что Борис издалека шел на эту позицию, но вот не смог за 5 ходов до этого рассчитать, что ферст D3 создает неотразимый год за ферст F7 мат. Пришлось играть ладья бьет F7, то есть ладья F7, конь бьет F7, слон бьет F7, слон G5. Тут надо сказать, что вообще это была одна из моих первых партий в классический шахмат из Гроссмейстера. И я был, конечно, очень удивлен, что мне удалось получить такую обещающую позицию. Однако, на самом деле, тут не все так просто. Все-таки у черных лишняя пешка за потерянное качество. И также у них есть перспективы какой-никакой на белопольные блокады. Если предположить, что они, черные, смогут перевести фигуры на защиту собственного короля, вполне может указаться, что их позиция еще и не совсем безнадежна. Однако, надо заметить, что моментальный отбор материала путем слон C4, разумеется, не работает из-за ферст G3. Так, прошу прощения, сейчас будет почему-то много зависать. Да, из-за ферст G3 нет ухода. Слон бьет F1, из-за слон бьет Е7 шаг, и ферст теряется. Поэтому последовала ферст D7, ферст G3 с огрозой вскрытого шага, слон G6 ответ вынужден, ладья А на Е1. Вот тут вот нужно заметить, что ход ладья F на Е1 вообще гавария выглядит более естественным, потому что кажется, что после ладья А на Е1, ладья на F1 не выполняет никакой особенно функции. И более того, в каких-то вариантах она может попасть под удар долопольного слона. Однако на самом деле ход ладья А на Е1 значительно сильнее. Дело в том, что пешка на Е7 под боем, и после того, как черные ее защитят, у белых появится конкретный сильный план. Вот посмотрим, что получилось в партии. Е6, F4, вот то, о чем я говорю. Черных конь и ладья оказываются слишком далеко от королевского фланга и не успевают вовремя вернуться и защитить резидент Своему Величества. То есть объективно эта позиция прорвала за черных. Тут Борис сыграл А6. На самом деле идея очень интересная, но она натолкнулась на конкретное отражение. То есть после А6, казалось бы, белые могут бесплатно забрать пешку на А6. Однако черные в ответ играют король А7, и на слон Ж5 играют слон Ф5. И гроза белых Ф5 на время приостановлена. А линию Ж черные в последствии могут использовать для своей ладьи. То есть в этом случае позиция становилась в какой-то степени неясной. Но после А6 я издалека посчитал, что я выигрываю, можно сказать, в лоб. Потому что последовало Ф5, и во всех вариантах черные не могут защитить своего короля. Ну, давайте для примера посмотрим ход АЖ. После этого следует не ФЖ, а именно Ферзь бьет Ж5. Ну, и тут даже сложно предложить следующий ход за черных, потому что позиция просто разваливает. Ну, на ЕФ последует, понятное дело, ладей Е7. Да. А слон Бьет Иф5, ну, кстати, слон Бьет Иф5 случилось в партии. Я думаю, что большинство вскрытых шагов слону выигрывает, например, слон Е7. Ну, самое убедительное, это, конечно, ладья Бьет Иф5, ЕФ, ладья Е7. Ну, и во избежание худшего черные здесь должны отдавать Ферзя. После этого они теряют пешку на Д6, и позиция, конечно, абсолютно безнадежная. То, что в черных большой перевес в практической силе, я думаю, не смогло бы им помочь в данной просто ужасной позиции. Ну, вот такая вот партия. Всем спасибо за внимание. Да, хотелось бы еще раз отметить, что Борис на самом деле очень-очень сильный графмейстер, и ни в коем случае нельзя судить о качестве его игры вот по этой партии. Борис на самом деле. Борис на самом деле.